Пока буду записывать на лихотон, чтобы... ...путь информации... Да давайте я вам тогда пойду... ...и я просто снова расскажу... ...непо вас... ...непо... 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 ...вот... ...непо... 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 ...на-мне... ...непо... 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 ...в каталоге, у нас всё в логике... ...разложено... ...сейчас, секунду... ...я знаю, где ехать... то есть получается трактор бушный а прицепное новое ключевые моменты которых зависит производительность у нас очень много дождей поэтому короткий период сенокошения надо заготовить качественный корм чтобы животные получали максимум от питательных веществ ты на зиму заготовки и на зиму на продажу для своего старого так как у меня пока что там она заказывающих сформировать так поэтому я продажу этот про траву или сеять еще четко траву нам подсаживать чем семенами конечно я всегда думал что трава сама растет у нас здесь все именно по процессам разными вот у нас я вам дам с собой это все вот у нас получается здесь процесс кошения как бы корма заготовки здесь почва обработки то есть начинаем из почвы обработки потом заготавливаем корма потом их храним вот то есть здесь весь так сказать процессу для мелкого фермера да давайте так мелкий фермер я на сегодняшний день рассчитываю запустить тысячу гектаров мелкий средний скажем тысячи гектаров те которые ели на сегодняшний день уже в прошлом году ковкосты косили где-то там что-то подсаживаю поэтому я уже не с нуля глупая еще тысячи гектаров не надо запустить на следующий год смотрите но если по-хорошему да то выбираем там борону то есть сначала для обработки земли да потом если химию будете химические удобрения то есть прицепной опрыскиватель вот и дальше пошли вот выросла у нас трава мы ее косим вот коса видите вот она захватом от 2 1 метра до трех и двух метров дальше все ширина косы до один тот же драктор до восьмидесятки хоть восьмидесятка восемь второй то есть мы скосили вот положили производить какая косы но тут разные то есть производительность здесь вот у нас идет вот 20 28 тонн в час до 3 и 2 там по моему получать значит смотрите здесь здесь важно как бы больше там по ширине захвата чтобы у вас кратная была вот и в общем то оградных чему надо смотреть туда да как как вы будете сеять то есть тут поле чтобы лишних проходов не делали не здесь как бы всегда вы у нас такие кривые поля что тогда там вы выберем косилку среднюю дата 2 и 4 до допустим вот вы скажете не лучше шире убрать косилку минут как бы там до минусов нет в основном никаких вот там шире косилка то есть она просто подвижно что вы можете что-то зацепить то ну опять же там но с другой стороны то есть вы у вас скорость уборки будет быстрее поэтому тут все влияет от скорости но опять же там про производительность все зависит от аграфона то есть опять же там а какая-то косилка у нас там да там три заявлено 38 тонн в час допустим честно канал там 35 30 делает то есть все зависит если идеальные условия дано сделает 38 то есть я просто хочу сначала объяснить то есть сначала мы косим потом граблями собираем волочек этот волочек подбираем пресс подборщиком и собственно там склады его куда-то в склад ну вот пресс подборщиком мы в этом году 16 пробовали очень маленькую производительность какой пресс подборщик ваш нашими на тукан да то есть нет вот увидите для разных сегментов если вам нужно больше заготовить по конечно рукой ну тысячи гектаров тукан у нас примерно там три-четыре тюка в минуту речь от но опять и тут уже еще зависит от плотности до вас то у нас он где густо где пусто поэтому ну да 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 поэтому там как бы если и ежели вы там все-таки хотите подругой когда у вас немножко больше косу 32 захвата нужно уже будет полуприцепную а это другая ушка да да это другая уже да она полуприцепная она на колесиках беркус и соответственно там более мощные грабли двух роторные а вот хочу посмотреть и здесь вот вот эта цепочка и эта цепочка не разные да по сути они там плюс-минус одинаковые но здесь колес на пальцевые грабли там в чем их плюс они могут как класть как собирать волок так и оборачивать его вот и роторные только собирают волокон вот но роторные собирают волокон настолько нежно что земля туда не попадают здесь земли может больше попасть вот в этом разница понимаете дело в том что у нас ведь как то есть область у нас эти по цене 170 тысяч эти 800 понимаете тоже тут разница у нас с чем мы столкнулись в этом году траву скосили потом одна точка пробежала блин музыку надо значит нам ворошить если не получается ворошить нельзя этим грабля значит надо хвошь не хвошь эти да 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 совершенно совершенно у них ширина захвата меньше у них ширина захвата во первых меньше во вторых они как бы у них пришли другой они идут то есть но зато им не нужен не вал отбора мощности то есть их тащишь они под своим цветовежным усилием сгребают а здесь уже нужен вал отбора мощности как бы подсоединяется к трактору но здесь четко копируется рельеф поля и всякие там кротовины все всякие бугорки там земли бегать они не дали объезжать не собирает а ведь и собирают все вот поэтому здесь ну то есть полка двух портал дешевизма дают большую засоренность поэтому надеюсь у нас брошюре также то все сделано ну там по порядку да по порядочку так это должно быть то есть ну там что сначала мы выращиваем траву да то есть вносим удобрения но до этого бороны должны быть здесь опрыскиватели приз дальше мы опять же там разбрасыватель удобрения у нас есть мы его тоже там включаем цепочку дальше как бы у нас пошла заготовка кормов то есть сама коса и получается если производительность здесь три гектара в час это с захватом 2 и 136 гектара в час захватом 24 то есть 4 гектара в час это 2 и 8 опять же это все достаточно условно разделить 30 процентов это было да 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 нет все зависит от агрофона у нас агрофон да то есть и дальше вот пошли косы там разных захватов дальше за ними ну там более сложная коса роторная с кондиционером то есть она не только скашивает но еще и ломает стебли то есть это позволяет уменьшить время до подвяливания прилили с включением да это нет это именно с кондиционером кондиционером такие как лапки у вороны такие металлические бичи то есть они бьют именно это сам траву которая уже раскошена то есть как бы спушивать вот и тем самым ломают и выбивают из нее стук соответственно смотрю к составу подвяливается сейчас скажу вам под программу вы попадаете по 432 субсидирование или нет не знаю фермер попадает есть если да покупают то попадают только нужно работать более двух лет и там зарегистрирование будет не целькость если это все условия у вас соблюдены то тогда давайте по коммерции наставим то есть такая косилочка у нас от геркурс сейчас на сейчас она будет стоить 1 миллион рублей производитель с него это нет это с включением я извиняюсь это с включением а к рф 350 будет по 1 миллион 700 тысяч а включение для чего включение это следующего также с включением то есть она проходит через вальцы резиновые и как бы там из нее выдавливаются сок то есть она еще быстрее подвяжется с этапа бьется и спушивается дату здесь с помощью ну просто как давление помните раньше реальных машинах вылетят ли не что тоже уходит соком но я бы не сказал я бы не сказал что так сильно они уходят вот поэтому она же не выдавливает из них полностью просто придавливать прилавку чтобы усилить процесс ускорить процесс